всем привет дорогие мои друзья мои подписчики гости моего канала тарас бульба вас приветствует ну стрижка правда тарас бульба отдыхает но это кошмар чё повыстригал ой девочки я сегодня я только приперлась с плавания так я купила себе кефаль и купила себе форей сегодня я жирую так купила творога 5 процентов полкило и ветчину из индейки до 3 процента жира всего вот такая ветчина по утрам сама то и творожок вот сейчас я буду разделывать рыбку так кефаль не надо по почистить теперь надо почистить и поджарить а вот форель надо почистить посолить половинку вот фольгу завернуть половину убрать морозилку наверно а половинку буду есть вот такие вот дела форель у нас 850 рублей килограмм а кефаль у нас 300 рублей килограмм это не в магазине это такой такой лоточек так пакеты пока убирать не буду вдруг пригодятся рыбные вот девочки спасибо девочки кто подписывается на дзен огромное вам спасибо я еще раз хочу вам напомнить продукты чисто по-дружески никакая-то не реклама чисто по-дружески и тот кто пишет там 10 минут у кого-то пахнет но я думаю знаете почему 10 минут потому что вы никогда не покупали и покупать не будете поэтому вам лишь бы придумать лишь бы ляпнуть придумать написать и все вот и все я вам даю гарантию что запах я утром подушилась и время 6 час вечера я пришла из бассейна у меня все кофты пахнут поэтому девочки покупайте и ни в чем себе как говорится не отказывайте и не надо придумывать на ходу ой какие люди все таки я прям поражают не которые здравые я понимаю что молодцы дают себе отчет когда реклама то реклама когда чисто чисто по деловому что называется вы как я ненавижу вот это чистить эти рыбы я поэтому так редко покупаю вообще сейчас ты получишь лоб заходил тут забродил ой девочки девочки я еще не ужинала время 5 часов но может успею запишу вам ролик почищу рыбку в общем какие сегодня новости у меня да никаких у меня новостей слава богу никаких новостей нет вот почему мне нравится моя глубокая раковина потому что вот хоть чистить хоть мыть не брызги не летят никуда я вот люблю свою раковину каменная ничего с ней не делается иногда белый налет случается но я быстро его чищу девочки я надеюсь там хорошо меня слышно камчатка как меня слышно все хорошо у нас погодочка хорошая стоит иногда дождик но в основном хорошо сегодня чуть-чуть моросила а так в целом неплохо неплохо так кефаль хочу хочу поджарить а накололась свой ненавижу я ненавижу рыбу чистить вот есть прям мастерицы по рыбам я не сняли я с этими рыбами я вообще не умею с ними работать как их можно чистить без всяких проколов и уколов не знаю не умею вообще все время чего-нибудь да как-нибудь ну все зачистила считай что до чистила вот что вам девочки рассказать еще а я сегодня как хорошо девочки я хочу заняться заняться обливанием холодной воды не знаю завтра попробую первый раз если будет настроение я хочу обливаться холодной водой я хочу начать закаливание вот потому что это очень даже хорошо сегодня я четыре бочки на себя холодной ледяной воды опрокинула разогревалась прям красота просто красота так ну ладно мы возьмем ножнички от оберхов девочки о чем какие-то мутные у меня мне не нравится какие-то мутнятина подождите протру вот так получше да не то же самое ой но я на себя смотреть не могу чё на стриг хер поймешь но парикмахеры но от бога все у них от бога так ладно мы отрежем плавнички все там видно девочки не знаю чего вам снимать честно ну есть же каналы умные которые чё-то там из себя но есть знаете такие каналы которые ну типа из в этой жизни чё-то из себя представляют корчат корчат а в результате прислушаешься ничего там хорошего и ничего умного не говорит человек но из себя кабинет чё-то из себя чё-то выжимает о я вот таких не люблю нет девочки у меня все просто вот как я живу так и показываю посторонние люди меня вообще не интересуют кто как живет что кто имеет мне абсолютно на чхать а еще грубее то насрать кто у кого чего у кого у кого полные карманы у кого пустые у кого какие образования мне тоже начхать поэтому живу я легко абсолютно никогда не завидовала никому и не завидую а мой мои влоги вот буквально все про меня только про меня любимую про такую красавицу про такую бабёночку вот так такс сейчас мы с вами девочки почистим рыбочку так посмотрим что там за кефаль так эту рыбку нет давайте с этой сначала разделаемся а эту я пока развяжу чтобы туда остатки складывать я не люблю когда рыбные эти остатки но сегодня уже на улицу не пойду сегодня я нагуляла наверное 10 тысяч шагов у меня есть я фитнес ходила пешком и назад очень хорошо я люблю гулять вообще девочки я наверное все таки такая одиночка я люблю пообщаться конечно с людьми но я вообще одиночка я не люблю когда мне навязывают там какое-то мнение свое или там еще что-то меня есть конечно парочка подружек которые прям так но это чистится уже как бы получше я бы сказала ну совсем другой каленкор ну вот это помягче идет да 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 прям красота тут мелкая но это же форель вы как думаете это же скормленная искусственно вот я вам хочу сказать когда я ездила в финляндию и привозила оттуда рыбу ой ну там рыба ну просто ну просто сказка но у нас я не покупала все равно такой вкусной рыбы никогда никогда все равно какой-то туман я не понимаю почему туман на 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 камере так девочки сейчас мы с вами все сделаем наведем тут хочу посолить бутербродики кушать я солю только солью никакого сахара я ничего не добавляю никаких трав и ничего я вообще травы и в специи я ненавижу и мне эти какие-то одеколонами все отдает я терпеть не могу я люблю из специи только перец и соль больше ничего я не люблю ну лаврушку когда там когда не когда все а вот эти все вонючки одеколонные это восточная все это не наша поэтому мне это не нравится не но и бывает вкусно готовят а бывает зайти напхают этой гадости этой специй вонючих и не поймешь что ты ешь что за продукт одеколон ты ешь или или еще что ты ешь не менее нравится поэтому я сейчас почищу все промоем плавнички срежу оставлю себе на пожарить и посолю и будет мне счастье хорошая рыбка прям вот такая прям большая видите а вот плавники прям розовый такая продавец приятная очень даже приятная она сказала что татарочка но я почему-то ей не доверяю мне кажется она не татарочка мне кажется она с узбекистана ну сказала татарка сказала что муж у нее азербайджанец она татарка не знаю девочки восточным людям я не доверяю ни одному слову ничего не не говорят правды но это это девочки вы не обижайтесь вы иногда там не пишите вот да ты там плюнула да не плюнула девочки но я же высказывали лишь только свое мнение а мнение высказываю только потому что значит у меня были такие такие какие-то встречи не очень приятные ну и вообще восток мы же знаем восток дело тонкая петруха поэтому уж что говорить-то как и украина вот ты будешь с украинкой дружить она себя не сегодня завтра все равно продаст и вот чего вы мне девочки не пишите чего мне не говорите и вот не я отношусь хорошо я не боже мой пусть всегда будет мир пусть всегда будет дружба но я знаю этот народец они да ласковые они все говорят почти все говорят детским язычком они такие семиленькие хорошенькие такие но она обязательно тебя когда-нибудь подведет под монастырь потому что что потому что все они как от одной матери да девочки ничего не не пишите это мое мнение и я с ним живу возможно я ошибаюсь но вот у меня на моей совести на моей жизни встречались хотят до сих пор я дружу как бы ну как дружу дружу относительно это все но иногда выручаю людей да очень часто даже бывает выручая но я знаю сколько раз человек меня поставил по жизни я говорил и подставил но я прощаю все все в этой жизни проходит я всем все прощаю я все знаю кто про меня чего где и как но я прощаю оставляю на их совести и пусть они живут как говорится и радуются вот так девочки так ну чё рыбка замечательно мы убираем вот сюда а эту рыбоку нам надо разделать и поскольку у нас руки грязные девочки а я вам там немного наболтала и мои матушки так что девочки давайте вернемся к духам я просто хочу чтобы вы не тратили деньги зря поэтому я оставила в комментариях там ссылку я чисто так сказать по дружески духи отличные в жизни не думала что на каком-то сайте можно купить хорошие духи ну в жизни не подумала я не буду называть блогера которая рекламировала эти духи я видела я видела но я например ей не доверяю и я никогда не проходила по ссылкам слушайте а сейчас вот самой коснулась и но я бы никогда в жизни не подумала что духи которые стоят там до 20000 можно купить от 30 до 100 миллилитров за сущие копейки там еще знаете как можно купить три флакона берешь я что-то вот это не прочитала три флакона берешь четвертый в подарок скажите тоже хорошо поэтому девчонки смотрите тут осталось у октябрь ноябрь декабрь новый год берите сейчас потому что все дорожает чё она не режется то мне господи ой сколько жиру внутри рыбу я вам сказала как называется кефаль и блин палец проткнула сучка крашеная ой сколько кишок у они красивые какие видите вася у меня даже не понимает рыбу он даже не подходит он не знаю он не знает что это такой рыба да он вообще ничего не знает вот многие же пишут ой чё у вас кот на столе да он не понимает в еде ничего в таком питании у него свое питание всегда насыпано от вольного ну у меня может иногда попросить там маленький кусочек маленький кусочек 14 минут ну ничего может попросить кусочек сыра я ему могу дать ну или какой-нибудь ветчинки к малюсенький малюсенький со спичечную головку пришел мой фронтик мой дружбан вот девочки вы напишите мне какую какую вы рыбу любите вот я люблю кефаль вообще-то она такая достойная рыбка жирненькая я помню когда я жила в москве а вот там я все время ходила покупала живых карпов но их продавали знаете как привозили во флягах а вот это в этом в крылацком а вот там такой магазин был хороший и и я все время ходила покупала рыбу все время и запекала ее в духовке красота такая мои придут муж сестры и сама сестра с работой у меня всегда рыбка запеченная ой такая красота на девочки а теперь рыбка обходится я думаю не каждая может позволить себе рыбку не каждая но и я в том числе не не каждая и я такая же там не подумайте что я тут такая богачка знаете за рыбой только и хожу нет я очень редко себе позволяю такую я считаю что теперь это роскошь ну позволяю раз полгода может я себе покупаю это я покупаю только потому что когда я вижу что на и свежайший вот тогда да вот так вот надо бы посмотреть мне как люди добрые и солят отрежу этот хвост на кренал не нужен ой как посмотришь разделывают когда мастера до девочки как-то джик 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 я так не умею джик джик вот так что ли отрезать болото хорошая голова я ее наверное не буду выбрасывать а тут есть жабры есть да вот здесь уже прям темные жабры очень темные но не воняет она нет хорошая рыба хорошая жирненькая а я сейчас сделаю бульончик а нет заморожен у меня же еще суп пюре а то у меня сейчас получится опять разносовый хвостик наверно тоже оставлю сейчас эти плавники отрежу ой как хорошо на улице девчонки какая красота сегодня сестрой разговаривала она настаивает чтоб я менялась на москву девочки я знаю для чего она говорит но я не хочу ой не знаю что делать она говорит ну что ты за этой могилке только там живешь на могилку можешь раз в год съездить ничего страшного в общем девочки не знаю а если не дай господь с ней что случится я там останусь вообще одна тут у меня хоть все соседи как знаете мы же тут все друг друга как облупленные знаем тут как ни крути а кусок хлеба за за твою за твой рубль принесут а там приедешь знать никого не будешь ну вот это конечно я вот этого боюсь не знаю вообще-то сейчас везде так так это я почистила это я сейчас промою это я вот сюда уберу хвостик хвостик наверное половники отрежут и вот эту запчасть сварю хочу плавники говорить да вот эту запчасть сварю так это мы убираем сюда что у меня такое впечатление что она недочищенный хвостик 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 я вот смотрела как зинаида николая начислить я вообще поражаюсь на я вообще на ней поражаюсь это не женщина ураган какой-то куда-то бежит что-то делает все у ней быстро делается рыбу начистила там насолила тут блин потом смотрю еще людмилу тоже сколько работает человек столько работы переделывает божечки ой какие молодцы женщины на сколько русская баба делает мне кажется ни одной западной даже даже близко не снилось близко даже ни одна европейка ни одна наверное американка столько работы это я уж уверена в этом что столько работы но наверное в жизни в своей не то что там вот сколько допустим взять людмилу сколько она делает или там зинаиду николаевну или ну еще кого-то взять но я не знаю но всех наших женщин российских да хоть и восточных а восточные которые там особенно живут ну где они живут аулы там они же как сами себе не принадлежат они же как подневольные или как там ну у меня такое впечатление сложилось так я вам хочу сказать сколько работают вот эти бабы ой ни одной мира европейки не снилось и американки не снилось сколько работают наши бабы сегодня сестра завела разговор давай купим дачу на двоих а я говорю на хера на мне нужна дача горбатить то можно горит не горбатить я кто к нам будет приходить горбатить за нас в общем девочки я не знаю не знаю чё делать но дачу я точно не хочу я не хочу работать на дядю и на тетю я не хочу пахать мне не надо столько не картошки не морковки я сейчас купила не знаю там два килограмма лука не хватит на полгода картошки мне два килограмма хватает тоже на полгода но зачем мне дача зачем мне дача скажите люди добрые не знаю девочки не знаю так тут у меня я ляха тут у меня зайти что не помытая плита я сегодня я вчера у меня кусок печенки был мне же жалко выбрасывать хотя я думаю что я даже ее и готовую не съем ну ладно сейчас посмотрим я ее переложу все-таки вот такой контейнер уберу ой как пахнет ладно может завтра съем не сковородка нужно просто жарить жарить мою рыбку вот сейчас девочки отключусь пока помою потом включу так ну все почистила сейчас чем не там крутится крутится сейчас насыплю мучиться и чуть-чуть мучиться солицы и все поджарю и красота так девочки кто еще не по не приобрел пока существует эти сайты покупайте себе ножики хорошие вот ножи обверхов это просто песня 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 так сейчас мы посолим ой сегодня вообще не баба просто ну что сказать но когда бабочка все в руках горит ну чё тут скажешь скажите девочки просто не баба ураган конечно конечно чё там говорить с другими другие вон коня на скаку остановят я вам зайти что хочу девочки сказать вот когда живешь один я уже для себя понимаю что я половина уже разучилась что-то делать ты уже ничего особо ты не хочешь не хлопочешь ни за кем ты тут не беспокоишься поэтому когда говорят вам бы мужичка а я для себя понимаю нахеру бы я видала этого мужичка и вместе с его болячками и невзгодами и с его богатством даже возможно не надо чужого ничего но свое тоже не отдам ухаживать не собираюсь при преклоняться уклоняться и подстраиваться точно не про меня не буду никогда в жизни а вот поэтому нет поэтому нет это вот все не для меня я хочу сказать что если вот так вот дальше продолжаться будет разучусь все на свете вообще делать и пирожочка никогда нами не спеку вот четыре куска получилось я не помню сколько она зависела я хочу сказать рыба очень дорогая очень дорогой продукт как говорят что рыбу кормят наверно мясом наверно правда да вот такая рыба так ну четыре куска мне вполне хватит теперь мне надо на засолку на засолку найти контейнер девочки вас отвлекать уже наверное не буду ну чё тут показывать особо нечего но иногда приходится лишь при должности у меня же блогерство я же товарищ блогер девочки вообще я вам хочу сказать так по жизни спасибо вам спасибо вам мои дорогие за то что пишите комментарии хорошие адекватные за то что вы настоящие вот не но есть конечно при главы есть конечно зайти и такие я не знаю обиженные судьбой или или психушки там иногда интернет включает я не знаю как назвать бывает что зайдут напишут хера поймешь что от чего это так ну я так думаю что это знаете от чего от того что люди ну конечно может быть пуля какая-то когда-то и просвистела у виска так сказать но я думаю что человек пишет который ну мне кажется зайти как как вот чтобы не обидеть никого наверно с голой жопой наверно с голой жопой обиженный в жизни в своей ни хера ничего не делал а теперь думает что может мне так кажется опять же я говорю обиженный и думает что у кого-то там пенсия больше у кого-то там еще что-то а вот но в этой жизни ничего особо нигде не старался вот ну это чисто вот такое мое обывательское так сказать мнение вот и все девочки я буду заниматься рыбкой я себе отрежу отрежу себе кусок потом поджарю остальное я скорее всего посолю 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 и заморожу вот потому что я много рыбу рыбы не люблю я такой товарищ что ты чё тут у меня я такой товарищ что я много рыбы не ем так поэтому я сейчас наверно вот так кусок отхвачу разделю на запчасти и посолю да и будет и будет несчастье и будет мне счастья ой какая жирная девочки это что все мои дорогие буду заливать закачивать спасибо большое что смотрите ну как всегда ни о чем как всегда ни о чем до встречи в эфире пока 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 всем пока всех люблю